Вот так олимпийского и мирового чемпиона, обладателя Кубка Стэнли, встречали жители Барнаула. Кое-как притиснулся, но зато взял автограф. От такого человека мне очень приятно взять автограф. Вячеслав Фетизов пообщался с ребятами из спортшколы Алтая Динамо и, конечно, посмотрел Ледовый дворец Карандин-Арена. Всего в этот день около 700 детей и родителей стали счастливыми обладателями заветного автографа. Взрослые тоже подготовились основательно. Кое-кто даже принес фотографии еще с советских времен. Эмоции переполняет. Словесно невозможно выразить эти эмоции. Ну, конечно, это легендарный человек. Вживую даже просто его увидеть – это уже большая радость. А между тем сам Фетизов рассказал, как в детстве ему удалось обменяться рукопожатиями с легендарным советским хоккеистом Валерием Харлавым. Это ему запомнилось на всю жизнь и стало большим стимулом для будущих побед. С тех пор сам никому не отказывает в фото или автографе. С удовольствием делаю то, что делаю. Если это нужно детям, родителям, то, да, я считаю, что это моя обязанность перед теми детьми, которые сегодня хотят играть в хоккей. Я никогда не пройду мимо ребенка или человека, который попросит автограф или захочет сфотографироваться. Да, мне кажется, это очень важно. В Алтайском крае график у Вячеслава Александровича получился насыщенный. Он побывал на открытии краевой спартакиады работников здравоохранения, посмотрел долгострой на проспекте Сибирском и даже пообещал помочь завершить строительство как можно быстрее. Побывал на Гребном канале и сам вышел на лед сыграть в хоккей в селе Бочкари. Подробнее об этом и в целом о визите депутатов Государственной Думы на Алтай в нашем вечернем эфире. Александр Захаров, Андрей Печоркин. День с толком.